Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях начальник управления Организации охраны общественного порядка ОМВД России по Рязанской области Исаев Евгений Александрович. Здравствуйте! Сказать, что в Рязани участились случаи мошенничества, наверное, так нельзя, потому что мошенничество было всегда, оно уже не первый год, они придумывают какие-то новые схемы. Давайте начнем, наверное, со статистики по текущему году, может быть, за 11 месяцев текущего года, сколько обманутых рязанцев и насколько их обманули. Да, за 11 месяцев этого года преступлений с использованием информационно-телевизионных технологий в Рязанской области совершено 1697. Это немного меньше, чем в прошлом году, примерно на 16,4%, но однако они имеют место быть. Говоря о средствах, через которые совершаются данные преступления, можно сказать, что большая часть, конечно, из них совершается с использованием сети интернет, это 857 преступлений, зарегистрированные за 11 месяцев, и средств мобильной связи, это практически 597, около 600 преступлений. Говоря о сумме ущерба, в целом причиненной данным родом преступления, можно сказать, что только за ноябрь этого года ущерб гражданам в нашей области составляет порядка 29,5 миллионов рублей, а в целом за 2011 месяцев 2021 года он составил порядка 208 миллионов рублей. Можем ли мы, так сказать, выделить, составить портрет жертвы, кто чаще всего попадается на уловки мошенников, чтобы как-то предупредить, может быть, это пенсионеры зачастую попадают, может быть, это, наоборот, молодые люди? Вы понимаете, мошенник, когда планирует и готовит свое преступление, он действует секционно, позвонив, он понимает, определяет то лицо, с кем он общается. Да, в определенной зоне риска в большей степени своей находятся, конечно, пожилые люди, которые менее сталкиваются с теми современными технологиями, которые используют мошенники. Но не стоит забывать и о других категориях граждан, которые с целью каких-либо эмоциональных состояний, когда, например, звонит мошенник, говорит о том, что его родственник попал в беду, либо с целью совершения какой-либо сделки, купли, продажи с использованием интернета, может оказаться в числе жертв мошеннических действий этих лиц. Поэтому, конечно, определенную категорию мошенничества можно разбить на разные виды этих деяний, которые, соответственно, и направлены на разные категории людей. Говоря об конкретных видах, можно отметить такой вид мошенничества, как ваш родственник попал в беду. В этой категории мошенничества, конечно, основными портретными свойствами жертвы, скажем так, или того лица, кто попадает под действие мошенников, являются, конечно, пожилые люди. И люди более старшего возраста нацелены на то, чтобы сработать на эмоциональных чувствах, сказать, что их родственник, сын, брат, дочь, любой родственник зачастую не акцентирует внимание, и жертву сама называет либо имя, либо пол того человека, кто у него есть. Эти мошенники очень активно пользуются, начинают развивать ситуацию, держа в напряжении, скажем так, свою жертву в отношении, кого они совершают мошенничества, не давая возможности в определенной степени связаться со своим родственником. Говоря ему, это только перевод денежных средств или передача их курьеру, который поможет спасти от уголовной либо иной ответственности его родственника. Поэтому здесь, конечно, самое главное – положить трубку, понимать, что даже дача взятки – это тоже преступление. Положить незамедлительно трубку, позвонить своему родственнику или тому лицу, о котором идет речь, убедиться, что с ним все в порядке, и после этого уже сообщить правоохранительные органы, номера тех телефонов, с которых звонили мошенники. А родственник попал в беду – это один из способов мошенничества. Какие существуют еще? То есть, звонят, например, насколько мне известно, звонят из банков и говорят, что с карты был осуществлен перевод. Вот такой способ мошенничества у нас в Рязани. Как он? Добрался до нас или, слава богу, миновал? Вы абсолютно правы. Такой способ мошенничества тоже активно используется, когда звонят людям, представляются службы безопасности различных банков, изначально не называя, конечно, с какого банка они позвонили. Люди зачастую, сталкиваясь с этой проблемой, начинают разговаривать, о что случится. Мошенник тем самым выведывает именно тот банковскую систему, в которой пользуется лицо, различными мошенническими способами, о том, что на их имя оформляется кредит, что с их счетов осуществлено списание различных сумм, убеждаются, делали вы это, не делали. После этого обманным путем пытаются заполучить реквизиты банковских карт, которые зачастую люди начинают передавать, говорить. Либо следующий способ – берут кредиты, переводя денежные средства на счета, которые им передают уже злоумышленники. Этого, конечно, делать не стоит. Что делать, если позвонил человек, говорит, я сотрудник службы безопасности банка, и слишком уж хорошо знает, допустим, какие-то реквизиты, твое имя, фамилия, и прям убеждает тебя очень даже хорошо, что он сотрудник безопасности банка. Что дело в таких случаях – бросать телефон или, может быть, действительно позвонил? В этом случае, конечно же, нужно положить трубку телефона. Сотрудники службы безопасности банка не звонят клиентам своих банков. Но если все-таки возникает какое-то опасение за свои денежные средства, которые у вас хранятся на банковских счетах, необходимо обратиться в ближайшее отделение банка и уже непосредственно с сотрудниками провести консультацию от тех денежных средств, которые могут или не могут находиться на их счета, какие действия с ними происходили. По телефону, конечно, верить злоумышленникам, мошенникам и лицам, которые могут представляться из различных банков, из различных структур, верить не стоит. Каких еще звонков с неизвестных номеров стоит опасаться? С каким текстом? Ну, понимаете, звонки могут быть абсолютно разные. Может быть, звонки и предложения. У нас зачастую люди сталкиваются в обычной своей повседневной жизни с приобретением или продажей через различные сайты имущества вещей, товаров. Зачастую размещая объявления на различных площадках интернет, либо наоборот, разыскивая себе какой-либо товар или имущество, люди сталкиваются с возможностью общения по телефону с третьими лицами. Нужно понимать, что если вы продаете или вы покупаете, конечно, сейчас у нас современные технологии позволяют оплатить доставку или перевод предварительно по банковской карте. И зачастую этим способом у нас и пользуются тоже мошенники. Общаясь с клиентом, либо с продавцом, убеждают его, что необходимо осуществить безопасную сделку, он скидывает гиперссылку, по которой переходит предполагаемая жертва, она автоматически устанавливается на телефон и происходит списание денежных средств с банковских счетов. Тем самым совершается хищение денежных средств. Ну и следующий способ, конечно, это приобретение на различных сайтах двойниках, так называемых зеркалах, где ссылка не соответствует идентичности, имущество, которое в дальнейшем не доставляется человеку, который его заказал. Как понять? Ну, мы перешли уже к интернет-мошенничеству непосредственно, но вот заходишь ты на сайт, который действительно внешне никак не отличается. И, я думаю, очень мало людей, переходя на какие-то сайты, потому что интернет сейчас у нас полноценная часть жизни, они смотрят на сайт и сверяют по буквам, как понять, что вот здесь может быть что-то не так, что если я перейду на этот сайт, меня могут обмануть, я могу сейчас привезти деньги в никуда и лишиться их. Ну, в первую очередь нужно обращать не на внешнюю оболочку сайта, а на название сайта в адресной строке, которая появляется, чтобы не было дополнительных символов, точек, которые не соответствуют идентичности того сайта, которым пользуется добросовестный правообладатель этого ресурса. Поэтому нужно всегда оценивать реальность и тот товар, который есть, не попадаться на уловки мошенников, когда товар идет по слишком заниженной стоимости. И, конечно, один из самых способов – это оплачивать, самых действенных способов не попасться на уловки мошенников – это оплачивать уже товар при его получении. Сейчас у нас приближается Новый год. Появились ли у мошенников какие-нибудь новогодние мошенничества? Да, стоит отметить, что эти злоумышленники всегда двигаются в ногу со временем, понимают, что идет потребность населения в каком-то праздничном настроении, потребность в подарках. И имели место быть у нас случаи, когда человек, осуществляя куплю-продажу сделки новогодней ели, попал под действия мошенников, где была переведена гиперссылка, через которую необходимо было зайти на безопасный платеж, и у потерпевшего были списаны денежные средства. А товары, новогоднюю ель, к сожалению, человек так и не получил. Вместо новогоднего праздничного настроения он был вынужден уже общаться с нами и потерпевать определенные финансовые трудности. Допустим, произошла ужасная ситуация, человек деньги перевел. Что ему делать дальше? В первую очередь, если это осуществлено с использованием ему банковской карты, необходимо позвонить в банк и заблокировать свою карту, и незамедлительно, конечно, обратиться в правоохранительные органы. А что в правоохранительных органах, какие их шаги? Наши действия в первую очередь – это принять заявление, просить человека провести все необходимые алгоритмы действий с целью скорейшего установления тех лиц, которые причастны к совершению данного преступления, движения денежных средств, которые были осуществлены с карты потерпевшего, и, соответственно, проведение необходимых мероприятий, направленных на установление этих лиц, причастных к совершению этого преступления. По статистике за 2021 год ущерб рязанцам и жителям области – почти четверть миллиарда рублей. Находили ли преступников? Да, раскрываемость, конечно, этих преступлений не очень велика, ввиду того, что сеть интернет у нас достаточно обширна, и зачастую злоумышленники, занимающиеся подобным родом преступлением, могут находиться за пределами Российской Федерации. Но деятельность правоохранительных органов достаточно активна в этом направлении, количество раскрытых преступлений по сравнению с прошлым годом у нас увеличилось. Но все равно еще есть над чем работать и нам, но, как говорится, главное оружие для нас – это предупреждение и профилактика преступлений. Больше всего, конечно, это вид преступления зависит от наших граждан, от их бдительности и о том, что каждый гражданин, узнавший о данном способе преступления, расскажет об этом своим родственникам, друзьям, знакомым, чтобы они не попались на уловки и изощрение подобных лиц. Такой тогда вопрос, есть ли шанс, что вот я перевел 400 тысяч мошеннику, и мне эти деньги после того, как этого человека посадят, мне эти деньги вернутся? Конечно, шанс есть. Судебные органы примут соответствующее решение, лицо будет установлено, в судебном порядке денежные средства будут возвращены. Как себя абсолютно обезопасить от всех видов мошенничеств? Можно ли себя обезопасить? Конечно же, можно. В первую очередь, это быть бдительным, не верить словам незнакомых лиц, которые вам звонят по телефону, представляясь из различных служб безопасности, правоохранительных органов. Всегда трезво оценивать ситуацию, в которую они попадают, и те слова, которые им говорят. Только бдительность гражданина, в первую очередь, обезопасит его от подобного рода преступлений. Мы очень большую часть нашей беседы посвятили интернет-мошенничеству, мошенничеству по телефону, но остались и обычные мошенники. То есть, за этот год наша телекомпания регулярно делала сюжеты про людей, которые заходят в дома, продают какую-то технику или представляются работниками разных сфер. Остались ли такие виды мошенничества и как себя обезопасить в таком случае? Конечно же, подобные роды преступлений он не изжил себя. В этой ситуации жителям нашего региона, конечно, нужно всегда относиться достаточно бдительно к тем товарам и услугам, которые им предлагают. Мошенник, пользуясь определенными чертами характера, пытается войти в доверие к лицу. Если вам не требуется приобретение какого-то товара, либо вы не заказывали предоставление услуг, либо осмотр своих счетчиков, конечно, не нужно впускать посторонних лиц себе в квартиру, не поддаваться на те уловки, которые они используют. Если уже все-таки есть сомнения какие-то, всегда есть официальные службы, ведомства по газу, по электричеству, по различным бытовым каким-то нуждам. Сюда позвонить, убедиться, те ли люди к ним обратились. Потому, что даже зачастую внешний вид того же ремонтников газового оборудования он может ввести в заблуждение. Но всегда есть номер телефона газовой службы, в котором можно позвонить, убедиться, вызывали или приходили на этот адрес или нет. Поэтому здесь, опять же, главное – это бдительность. Бдительность наших граждан, не передавать денежные средства третьим лицам без, скажем так, нужд своих уже личных, когда мы это понимаем. Если действительно постучались в двери, сказали, мы работники, ну, допустим, газовой службы, ты звонишь в газовую службу, они говорят, мы никого не посылали, ты понимаешь, что за дверью мошенники. Что тебе делать в таком случае? Просто сказать, я вам не открою дверь или позвонить в полицию и говорить, срочно здесь люди, которые не газовщики, приезжайте? Вот вы правильные слова сказали. Конечно, незамедлительно нужно позвонить в правоохранительные органы, сообщить о том, что в отношении них, возможно, осуществляется противоправная преступная деятельность мошенникам. Незамедлительно наши наряды среагируют, приедут и предпримут все возможные меры. И тем самым обезопасят и вас, и тех граждан, возможно, в отношении которых уже были совершены преступления. Подытоживая нашу беседу, что же делать? Просто не брать трубки с неизвестных номеров, не переходить по ссылкам, ничего не продавать в интернете? Или как поступать, как действовать, как жить? Современные технологии, современная жизнь, она диктует, что мы без этого жить не сможем. Самое главное в этой ситуации действительно думать, что мы делаем, с кем мы общаемся, куда мы переводим денежные средства. Надо отдавать отчет, в первую очередь, своим действиям, не верить, наверное, тем лицам, которые рассказывают, что все будет хорошо и благополучно. Вы только переведите нам денежные средства, и все у вас сразу наладится. Нужно всегда трезво оценивать ситуацию, которая складывается в тот или иной момент. И, наверное, в этой жизни станет гораздо проще, если мы будем все-таки задумываться о последствиях наших поступков, в первую очередь, и проверять какие-то действия свои через наших близких, знакомых, друзей, советоваться перед тем, как совершить определенные действия, которые нас подталкивают мошенники. Спасибо большое, что стали гостем нашей передачи, ответили на интересующие нас вопросы. На этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!